Дайджест недвижимости Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры потеряли в стоимости примерно по 550 рублей за метр Средневзвешенная стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья города Кирова в июле составила 42 690 рублей Это на 0,61% меньше аналогичного показателя за июнь Самым доступным предложением стала однокомнатная 13-метровая квартира на улице Орджиникидзе Продавец оценил ее в 530 тысяч рублей Самое дорогое предложение июля – трехкомнатная квартира на водопроводной За 137 квадратных метров владелец намеревался выручить почти 14,5 миллионов Дайджест недвижимости Новый сервис личный кабинет заработал на портале Росреестра С его помощью собственники недвижимости могут в электронном виде получить актуальную информацию о принадлежащих им объектах на всей территории России В личном кабинете доступны сведения об адресе, площади, кадастровом номере, кадастровой стоимости, виде объекта недвижимости, а также о правах, ограничениях и обременениях Филиаль Росреестра по Кировской области уточняет, что благодаря новому сервису стало проще получать услуги в электронном виде Заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подать документы на оформление прав, записаться на прием Пользователям необходима регистрация, подобную информацию об электронных сервисах Росреестра можно получить по телефону 8 800 100 ровно 34 34 Звонок бесплатный Дайджест недвижимости 25 дворов в Ленинском районе Кирова поборются за звание самого лучшего Участники конкурса «Отличный двор» представили в теруправлении пояснительные записки и фотографии, подтверждающие вклад жителей в благоустройство придомовой территории Ее состояние будет оцениваться по нескольким критериям, среди которых, например, содержание контейнерных площадок, побелка бордюров, творческий подход и оригинальность в оформлении газонов и клумб, уборка территории от мусора, наличие детской площадки До 8 сентября выберут три двора победителя Им вручат малые архитектурные формы, которые в дальнейшем будут использованы для украшения территории, уточняет сайт администрации города На этом все, в студии работала Анна Лапшина Дайджест недвижимости